Всем привет дорогие друзья! С вами канал Андерволд и его ведущий Степа Вулф. Сегодня я вам расскажу о пяти необычных подземных местах, в которых мне довелось побывать. Прежде чем я начну свой рассказ, хочу порекомендовать вам канал Пункт Назначения, который ведет очаровательная девушка Илона Линард. Вместе со своим мужем-оператором они исследуют покинутые города Припять, Кадыкчан, Заполярная Амдерма, Чумные острова Венеции, а также другие заброшенные объекты, ускоритель заряженных частиц, генератор Аркадьева Маркса и многое другое. Видео об этих необычных местах вы найдете на канале Пункт Назначения, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь! И на пятом месте моего рейтинга будет подземный ручей Каменец в Псковской области. Что же в нем необычного, спросите вы? Конечно же, место расположения его коллектора. Он проходит прямо под действующим монастырем. Но и это еще не все. Во время нашего посещения нас принял казачий патруль. Да-да, но все обошлось благополучно. А казаки сказали, что лазать без благословения плохо и отпустили нас с миром. Возраст коллектора этого ручья, к сожалению, установить не удалось. Но с учетом того, что верхний и нижний портал расположены в основании башен монастырской стены, можно предположить, что коллектор был построен в период, когда и возводились эти башни. На четвертом месте тоже подземный ручей. Только протекает он в самом центре столицы нашей Родины. В свое время он дал название целому району старинной Москвы. В 16 веке он наполнял водами крепостной ров возле стен Белого города. Ручей тесно связан с историей столицы, но попал в мой рейтинг не из-за этого. Дело в том, что в одном месте коллектор ручья имеет дюкер под линией метро. В районе станции Кропоткинская он ныряет под Сокольническую линию. Итак, на четвертом месте чертом рытый ручей Черторой. Кстати, я не ругаюсь. Дело в том, что такое название ручью дали по его извилистому узкому руслу и бурному потоку, словно чертом рытый. Дюкер начинается необычной камерой с колоннадой, в которой можно отчетливо слышать, как за ее стеной проносятся поезда метро. С этим участком связана трагическая страница истории строительства Московского метрополитена. Во время выполнения строительных работ в районе пересечения с ручьем Черторой после сильных дождей подмыло котлован. И все конструкции стало уносить потоком воды в пройденный участок тоннеля, уничтожая все, что успели построить на тот момент. При ликвидации от аварии погибли метростроевцы. Вот мы и добрались до третьего места. И на третьем месте у нас снова гидротех. Да, что и говорить, люблю я гидротехнические сооружения. На сей раз речь пойдет об огромном тоннеле, который состоит из трех веток, проложенных параллельно и идущих друг рядом с другом на протяжении более чем 12 километров. Но это еще не все достоинства этого объекта. Поражает его назначение. Построен этот коллектор был для отведения сточных, очищенных сточных вод от одной из станций аэрации. Размеры этого сооружения хорошо видны на кадрах видео от снятых там. Для того, чтобы пройти две трети коллектора, мы побывали там трижды. А система тоннелей в его верховьях впечатляет не только размерами, но и своей запутанностью. Вот мы и добрались до почетного второго места. Как вы думаете, устроены автомобильные тоннели? Это просто кусок автомагистрали, убранный в конструкцию прямоугольного или полукруглого сечения? Конечно же нет. Порой подземные тоннели представляют из себя целые подземные города. Они оснащаются своей инфраструктурой, техническими помещениями и сложной системой ходов, проложенных на разных уровнях. И на втором месте моего рейтинга расположилась как раз такая система инженерного и технического обеспечения жизнедеятельности одной из подземных автомагистралей. А изюминками этого объекта являются огромных размеров подземный лабиринт, словно скелет, выполняющий функции несущих конструкций после засыпки котлована на месте строительства тоннеля. И ЗУМФ – гигантский подземный резервуар, в котором скапливаются все грунтовые воды, попадающие на объект. Откуда их потом и откачивают мощными насосами в ближайшую подземную репку. Вот мы и добрались до лидера нашего рейтинга. И сейчас мы перенесемся в Санкт-Петербург. Сложная гидрогеологическая обстановка всегда служила явным препятствием при подземной проходке, при строительстве в Питере крупных объектов, таких как, например, метрополитен. Но мы снова поговорим о гидротехе. Именно из-за водонасыщенных грунтов на протяжении многих десятилетий Питер испытывал серьезные сложности со строительством сетей водоотведения. И решение нашлось типичное для строительного комплекса Санкт-Петербурга. Подобные коллекторы стали строить на очень большой глубине. И сейчас мы с вами отправимся в один из канализационных коллекторов Питера. Глубина заложения этого коллектора составляет 40 метров. И проложен он непосредственно в историческом центре Санкт-Петербурга. Помимо своей эпичности, этот коллектор представляет реальную угрозу для жизни. В случае дождя он заполняется полностью, и происходит это достаточно быстро. Шансы выбраться наверх будут минимальны. Вот мы и подвели итоги рейтинга самых необычных подземных объектов. Это первый подобный рейтинг на нашем канале, и поэтому будет особенно интересно знать, понравилось ли вам это видео. Проголосуйте, пожалуйста, в открывающейся подсказке сверху экрана, делать ли подобные видео в дальнейшем. На этом всем пока. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч!